Домская ТВ продолжает работать в прямом эфире. Говорим о главном сейчас в студии Александр Новицкий. Алла Есина, здравствуйте. Вчерашний важный для Украины день – это день достоинства и свободы. Отметили по-разному. Кто-то вспоминал павших героев Майдана, а кто-то по давней майдановской традиции сжег резину и разносил недвижимость. Два разгрома только за вчерашний день и один еще за сегодня. Это то, что мы знаем. А чего мы не знаем? Может быть, еще больше что-то произошло? Об этом и не только мы поговорим с нашим следующим гостем. У нас в гостях Дмитрий Спивак, кандидат политических наук. Дмитрий, здравствуйте. Итак, Дмитрий, разгромили офис украинского выбора, который связан с Медведчуком. Разгромили офис Сбербанка России, который вроде бы под санкциями, но в Украине все-таки официально продолжает работать. Ну и сегодня разгромили Одесскую таможню. Погромы, 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 да? Вы хорошо сказали, разгромили офис украинского выбора. Бог с ним, с офисом. Главное, чтобы никто не попробовал разгромить нас по-настоящему европейский выбор, который, мне кажется, все-таки люди уже сделали. Но обратите внимание, это никаким образом не вяжется с европейским вектором и с европейскими традициями. Соглашусь с вами, да, это, на мой взгляд, такой постреволюционный синдром. Есть у революции начало, нет у революции конца. Это пугает, кстати, многих обывателей в Европе. Ну, это пугает не только обывателей в Европе, это пугает многих жителей нашей страны, потому что у нас уличная преступность. А это не что иное, как обычная преступность, да? То есть в любой другой стране мира эти люди были бы арестованы, получили бы достаточно серьезные сроки. И неважно, Сбербанк России это, или Сбербанк Узбекистана это, или парикмахерская Латвия это, это не имеет значения. Ну, разница есть, согласитесь. Нету никакой разницы с точки зрения закона и уголовного кодекса. До тех пор, пока люди в балаклавах, пользуясь патриотическими кричалками, лозунгами и абсолютной импотенцией правоохранительной системы, будут сами решать, кто есть прав, кто есть преступник, кого нужно сжигать, кого не нужно сжигать, до тех пор мы будем жить в состоянии абсолютной анархии и бардака. Потому что люди в балаклавах это преступники. Точка. Все. Вне зависимости, кто как их зовут, вне зависимости, с какими целями они пришли, вне зависимости, стояли они на Майдане или нет, вне зависимости, патриоты ли или нет. Как только ты одеваешь балаклаву, берешь в руки что-то запрещенное и начинаешь портить имущество, будь то офис какого-то выбора, будь то банк. Кстати, я хочу сказать для горячих голов, что Сбербанку России, то есть россиянам, абсолютно наплевать на это здание. Потому что в этом Сбербанке России находятся деньги украинских налогоплательщиков. Но вот на ваш взгляд, почему у нас нет санкций против этого банка, учитывая, что Соединенные Штаты Америки ввели, Европейский Союз ввел как раз против Сбербанка России. А вот в этом вашем вопросе есть ответы на все предыдущие вот те новости, которые вы показываете. Именно потому, что украинское государство, как государственные институции, не работают в соответствии со своими заявлениями, именно потому, что... Институции или действующая власть, которая возглавляет эти институции? Да, институции, политический институт – это действующая политическая власть, да, это президент, что такое политический институт? Это президент, парламент, кабинет министров, суды, прокуратура, правоохранительные органы и так далее. То есть если мы говорим о том, что Россия страна-агрессор, а об этом говорят все политики, да, с трибуны, то необходимо принимать те или иные юридически выверенные решения. Если этих юридических выверенных решений не будет, люди в балаклавах будут принимать самостоятельные решения. И вот эта уличная анархия под патриотическими предлогами может захлестнуть страну. То есть это не уличная демократия? Нет, это не уличная. Это уличная анархия и преступления. Еще раз я вам повторяю. Уличная демократия – это мирные митинги. Это уличная демократия. То есть то, чем была революция достоинства изначально. Любые радикальные действия по порче имущества, по... Вот эти люди, которые сейчас за деньги, вы же понимаете, что это нанятые люди. Ну, мы все это понимаем. Кто их нанял, мы не знаем. Понятно, что это провокации. Понятно, что это сделано конкретно под дату революции достоинства. Понятно, что кому-то не имется расшатать социально-политическую ситуацию в стране. Понятно, что кто-то хочет продемонстрировать, что каким-то там внешним врагам не имется и так далее, и так далее. Знаете, задача правоохранительных органов – работать на упреждение. Поверьте мне, что в Службе безопасности Украины, в недрах Генеральной прокуратуры Украины, в спецподразделениях Министерства внутренних дел Украины, их всех знают. Но численность правоохранителей значительно увеличили. Они не скрывали в ноги свои лица и были с флагами. Известно, что там были представители правого сектора батальона ОУН. Собственно, командир батальона ОУН Николай Куханевский. Скажите мне, пожалуйста, чем отличаются права гражданина с удостоверением правого сектора от права гражданина с удостоверением журналиста телеканала «Думская ТВ». Если вы мне сможете объяснить, что можно ему, чего нельзя вам. Я говорю о том, что они не скрывали, к каким организациям имеют отношение. Потому что это все по барабану. Потому что они считают, что их нынешняя украинская власть приучила к тому, что все их действия безнаказаны. Прошли сутки. Потому что их боятся или потому что им удобны те действия, которые проводят такие организации? Вот это хороший вопрос. Думаю, что рядовые сотрудники вновь сформированной полиции вообще понятия не имеют, что делать в этой ситуации. Потому что даже для того, чтобы стать парикмахером, нужно годика три поучиться. Ну, чтобы сделать вам вот такую красивую прическу. А некоторым нашим заезжим гастролерам почудилось, что национальную полицию 40-миллионного государства можно сформировать так. Между понедельником и четвергом. Так не бывает. Все эти молодые юноши и девушки, замечательные, наверное, прекрасные, любящие свою страну, потрясающе выглядящие, умеющие сельф фотографировать себя, умеющие... Ну и уважительно разговаривать с гражданами. Они понятия не имеют, что с этим делать. Их никто этому не обучал. Это профессия. И чем уважительно не умеет разговаривать, тем хуже они нечего. Но, секунду, но к нашему с вами разговору. Когда это случилось? Вчера. Вчера. Прошли сутки. Сколько человек арестован? Ну, информации о задержанных не было. Ну, я спрашиваю вас. Вот я, гражданин Украины, информации нет. Информации о задержанных не было. Так вот, не надо читать Фейсбук. Через сутки министр внутренних дел, или, если это произошло в Киеве, пожалуйста, пусть это будет руководитель областной милиции, просто обязан выйти на брифинг и успокоить нас всех. Вас, как журналистов, нас, как обычных жителей. Я могу сказать, что спикер МВД о том, что происходит на Майдане, узнал вчера в прямом эфире Домской Терминии. Спикер МВД, который об этом узнает вместе с нами, должен был сегодня в 10 утра быть отстранен от занимаемой должности. Так произошло бы в каждой европейской стране, куда, по нашим словам, стремится Украина. И еще раз хочу завершить свою мысль, она, на мой взгляд, очень важная. Разгром, там, Медведчуковского офиса сегодня, это предшественник разгрома вашей телекомпании, постучу, не дай бог, завтра. Это звенья одной цепочки. И не надо радоваться, что сегодня вышли, там, против врага Украины Медведчука. А какая им разница, против кого выходить, вот этим ребятам, которым за это платят деньги. Они понятия не имеют, кто такой Медведчук, и понятия не имеют, что такое украинский выбор. Далее, следующий момент. Кто им платит? Ну, это сложно мне сказать. Тот, кому выгодно, чтобы вот эти картинки сегодня были на российских телеканалах. Вот так я могу сказать. Но это в европейских каналах. Но это мое мнение. И вы можете не слушать меня, потому что это мнение субъективное. Это мнение, там, гражданина, политического эксперта, политика. Это не важно, что думает Дмитрий Спива. Самое важное, что думают представители правоохранительных органов. Далее. То, что произошло вчера в Киеве, имеет последствия того, что происходит сегодня утром в Одессе. Как сегодня звучит новость, главная дня? Там, два десятка людей в балаклавах ворвались в, кстати, в официальный, опять же, государственный институт, Одесскую таможню. И что-то там разбомбили, чей-то кабинет, там, Марушевская, не Марушевская. Какая разница? Это не кабинет Марушевской. Это государственная собственность. Это кабинет, принадлежащий, а, государственному институту власти. То есть, ну, налоговой, таможней и так далее. Б, этот кабинет принадлежит не личности, у которой есть фамилия, а этот кабинет руководителя таможней. Вчера это была Марушевская, послезавтра, может быть, кто-то будет из вас. Это, по-моему, не просто руководитель, но охраняемая персона. Насколько я знаю, эта персона является охраняемой. Нет, это, нет, нет. У нас три человека официально имеют охрану в стране. Это президент, спикер парламента и премьер-министр Украины. Но дело не в этом. И вот эти вот 20 молодчиков, так сказать, опять же, кому-то объясняют, что вот они там пришли отстаивать права, почему там, значит, на таможне продолжается коррупция. То есть, делаю вывод я, что в нашей стране коррупцией или борьбой с ней будет заниматься ни Генеральная прокуратура, ни НАБУ, ни МВД, ни НАЗК, никто, ни СБУ, ни журналисты, а вот ребята в Балаклавах. Дмитрий, о том накануне, то есть они теперь будут решать. У нас есть возможность узнать прямо сейчас, у нас на телефонной связи советник МВД Зорин Шкиряк. Зорин, здравствуйте. Добрый вечер. По вчерашним событиям в Киеве, то, что происходило возле офиса Украинского выбора, возле офиса Сбербанка России, есть ли задержанные, есть ли наказанные? Потому что найти информацию в СМИК, сожалению, достаточно сложно. Вчера затриманных не было, але открыто криминальное проведение за фактом фиганства и, возможно, у нас сейчас в студии находится Дмитрий Спивак, кандидат политических наук. У него есть к вам вопрос, если вы позволите. Я не знаю, кто такой Дмитрий Спивак при всей повазе. Если у вас есть вопросы, задавайте, я рады ответить. А вступать в дискуссию у меня, на жаль, сейчас нет возможности. Скажите, пожалуйста, скажите мне, пожалуйста, я как гражданин Украины у вас, как у руководителя министра внутренних справ, я не маю право, в прямом эфире запитати те, что турбуют сегодня граждан Украины? Я просто, на жаль, не знаю вас. А яка разница? А яка разница, кто я? Я гражданин Украины, вы рады, министра внутренних справ. В нашей стране происходят некоторые вещи, которые турбуют меня, как и журналистов. Задавайте уже, задавайте. Задавайте. Я, с вашего дозвола, задам вам одно очень простое вопрос. Чему, на ваш взгляд, никто из тех, кто принимал участие в этих подиях, не затриманый співробитниками органов внутренних справ? Ну, я знаю, знаете, питание, я думаю, что дешево делитанское, оскільки сложно понять, почему вы его задаете. Нет, нет, Зорин, 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 послушайте меня, послушайте меня. Поскольку я дилетант, то я задавил вопрос тот, который интересует людей, живущих в Одессе. Ответьте, пожалуйста, на дилетантский вопрос. Почему органы внутренних дел в такой день, как 21 ноября, день революции достоинства, не смогли обеспечить общественный порядок и допустили то, что они допустили? Зорин готов ответить на вопрос. Зорин, пожалуйста. Это же не серьезная розмова. Зорин, простите, пожалуйста, ответьте, пожалуйста, на вопрос. Зорин, простите, мы не хотим никого обидеть, очень важно, чтобы ответить на вопрос. Нет, так давайте вы, я не знаю, чого людина, я там сидит в студии, давайте, если вы меня запрошите, то вы меня поперечайте про диалоги незрозумимо с кем при всей повазе. То есть надо предупреждать, что мы хотим спросить у советника министра Зорина. Понимаете? А вы меня не перебувайте, я дам ответ, або я кладу труп. Мы хотим услышать, Зорин, мы хотим услышать ваш ответ, учитывая, что, в принципе, не все люди, которые громили вчера в Киеве, скрывали свои лица под балаклавами, почему никто не задержан? Значит, первое, ответ на вопрос. Виктор Медведчук и украинский выбор являются антидержавными организациями, сепаратистскими, деятельность которых должна быть оборонена. Это моя шестая давняя позиция, как гражданина и патриота Украины. И, безусловно, это моя позиция политичная. Я переконанный в том, что место Медведчука, что наиболее в тюрьме, что наиболее где-то в Підмосковье, поруч с твоим кремлевским кумом. Это первое. Другое. Деяльность банка-агресора, такого, как Сбербанк, безумовно, является ганьбою для Украины. То есть, мы спросили, почему не задержаны люди, да? Нам сейчас на этот вопрос отвечают, да? Я правильно понимаю? Ну, это беда украинской политики. Что касается вчерашних событий, то на сегодняшний день открыто криминальные дела, и я уверен в том, что такие действия являются неприпустимыми в цивилизованной стране. Я переконанный в том, что это неприпустимо в святий для каждого патріота день, день Революції Гидности, оскільки я напоминаю, что мы 5 месяцев стояли на Майдане, и жодного погрому, жодної шипки, в жодном магазине або жодном офисе погромлено не было. Поэтому, конечно, такие вещи есть неприпустимыми, которые, по сути, свои делают картинку как раз для телеканалов агрессора, и, конечно, это не делает нам чистыми в очах наших европейских и заходных партнеров. Что касается, безусловно, затримания, что у меня на месте подий не было в тот момент, и это разное вопрос к национальной политике, но я знаю, что спецназ национальной политики сразу, от стороны активистов, которые совершили эту акцию біля Сбербанка, и, собственно, достаточно быстро навели там порядок. Что касается затримания, я думаю, что будут следы оперативные действия, и там уже ответы дадут, дадут следы. Зорин, достаточно расширенный, хороший ответ. Я задам последний уточняющий вопрос, если вы не против. В начале своего ответа, за который еще раз я благодарен вам, как и наши зрители, вы сказали о своем личном отношении к непосредственно господину Ведовичуку и непосредственно украинскому выбору, я имею в виду его организация, а также к Сбербанку России. Вы находитесь сейчас в статусе советника министра МВД, это правда? Да. Как вам кажется, не является ли это каким-то ангажированным, не является ли это какой-то ангажированной позицией? А вы мне уважно почули то, что я сказал? Я сказал свою громадянскую позицию. И как людина, яка на посаде... Мы посидим здесь или что? Я пришел с Горяна-шкоряка, слушайте, если вам это интересно, ну, слушайте, я вам зачем нужен. Вважаю повным правом робить соответствующие заявки. Если вы посекаетесь, то я эти заявки делаю протягом двух с половиной роков. Спасибо огромное вам. Дякую. Всего доброго. Напоминаю, на телефонной связи у нас был Зорин Шкиряк, советник министра внутренних дел Украины. Я, с вашего позволяем, прокомментирую, да. Прокомментирую, не очень приятно для товарища Шкиряка. Вот все, что Одесса услышала из уст советника, министра внутренних дел, после преступления, которые происходят в нашей стране. Советник министра внутренних дел должен был бы, обязан был бы, подчеркиваю, обязан вам, не мне, вам, как средству массовой информации и вашим телезрителям, ответить на все те вопросы, которые мы задали. Мы услышали все, что угодно. Мы услышали политическую трескотню. Мы услышали бла-бла-бла. Мы услышали о какой-то его политической позиции, которая вообще никому не интересна. То есть, политическая позиция Зорина Шкиряка для одесских телезрителей вообще не интересна. Нам было интересно услышать позицию советника, министра внутренних дел, Зорина Шкиряка. И поскольку я и вы задали, насколько простое, да неинтересна на него гражданская позиция, пусть уволится. Он разделил, и он сказал о том, что открыто уголовное производство. Да неинтересно мне слушать его мнение по поводу Медведчука. Я его не это спросил. Я спросил его, почему органы внутренних дел, а, не воспрепятствовали вот этому беспределу, который происходит в центре Стралицы, и, б, почему же, даже если это произошло, никто из преступников, а это преступники, есть соответствующие, так сказать, статьи Уголовного кодекса. Почему никто не задержан? Ну все, больше нас с вами ничего не интересовало. Мне неинтересно, что он думает про Сбербанк. Для этого нужно приглашать вам на телефонный разговор кого-то с Верховной Рады Украины, кто принимает решения в парламенте, кто принимает юридические документы. Их мы тоже приглашаем. И поэтому вот это то, что сегодня... Вот знаете, вот я вам так скажу, вот этот наш короткий диалог вот в сегодняшнем эфире показывает, что политическую и профессиональную импотенцию Виагра не вылечишь. То есть Зорин Шкиряк, который должен сегодня от имени МВД всем нам рассказать, кто задержан, почему, кто из сотрудников МВД поступил... Но он не совсем в Сбербанк, он же не в Сбербанк, он советник. Тогда не выходи в эфир. Тогда ты должен отвечать. Я не уполномочен давать комментарии представителям средства массовой информации по поводу случившегося, а, в Киеве, б, в Одессе. В общем, бесполезный разговор. Что мы с вами обсуждаем? Мы не получили ответа на тот вопрос, с которого мы начали сегодня в студии. Что происходит в стране? Почему люди в балаклавах правят бал? Вот я думал, что мы получим ответ. Мы с вами его не получили. К сожалению. Я думаю, что мы еще раз встретимся и попытаемся разобраться, Дмитрий. Спасибо огромное, что присоединились к нам сегодня. Мы прервемся на дайджест мировых, а также украинских новостей. После этого вернемся в студию, и у нас будет о чем поговорить. Оставайтесь на Дунской ТВ. Будет интересно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова